Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! — Традиционно обращаюсь к нашим телезрителям и напоминаю, что по вторникам у нас прямой эфир. Телефон студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. В прошлой программе нам поступал звонок от телезрительницы или телезрителя, но, к сожалению, он сорвался. Если есть возможность перезвонить сегодня, звоните, мы открыты для разговора. — Да, это действительно и для меня тоже так. Мы ждем ваших звонков. Вот, я думаю, забавная ведь ситуация. Я вот сейчас сижу, вы где-то там сидите у себя или слушаете, или едете. Вот. И буквально, ну, минут 20 назад мы с Еленой были где-то среди, ну, тоже в городе мы тоже ехали, тоже сидели, стояли в пробке, где-то там кушали. — Всех секретов не раскрывайте, Алексей. — Да, нет, ну я вообще, ну, то есть были, Елена, там, в своих каких-то разговорах, я думаю, да, я в своих. Ну, то есть это были приватные такие разговоры у меня на рабочем месте в психотерапевтическом кабинете. Вот. А сейчас наступил вот этот традиционный вечер вторника, и я думаю о том, что те разговоры, которые мы ведем, ну, точнее, не те разговоры, не сами разговоры, да, а какие-то темы, какие-то волнующие, может быть, моменты неразрешимые, мы вот выносим в такое какое-то публичное пространство. Вот. Вот. Одеваем красивые рубашки, там, платья, костюмы, вот. Нас тут немножко припудривают, чтобы мы прилично выглядели. — Просила у вас, Алексей, да, не раскрывать всех секретов. — Прилично выглядели. Но я про другое, про то, что у этого разговора изначально есть какая-то постановочность, по крайней мере, в моменте подготовки. Но та задача, которую мы ставим, я, по крайней мере, ставлю, это постановочность во имя вот прояснений каких-то, во имя того, чтобы у нас организовался какой-то, может быть, продуктивный для нас с вами разговор. Поэтому мы действительно ждем ваших звонков, каких-то вопросов, комментариев в эту... — Чтобы нам с помощью этих вопросов или историй прожить какой-то кусочек жизни здесь и сейчас, да, вот в рамках отведенного времени. — Я сегодня буду, наверное, как сказали бы психиатры, может быть, немножко мегаломанический такой, ну, большой, да, мега-большой. И, может быть, скажу о том, что я не знаю, как у вас, уважаемые коллеги, сейчас я обращаюсь, да, к коллегам или пациентам будущей, нынешней, не знаю, как у вас в тех жизнях, в которых вы сейчас есть. — У меня достаточно широкий круг профессиональных, ну, достаточный для меня, наверное, да, профессиональных каких-то связей, общений. И порой я для себя замечаю интересную вещь, что общение между коллегами о том, что происходит и почему происходит, этого мало. Больше каких-то разговоров по сути, кто куда пошел, кто что сделал, ну, какие-то вроде бы такие бытовые вещи, да, кто кого принимал. А вот такое какое-то обсуждение о том, как мы мыслим вообще, как мы в этих разговорах существуем. Я приведу два примера, может быть, чтобы было понятно. Сегодня на прием ко мне пришла девушка, и мы с ней, ну, это традиция, где-то примерно минут 50 общались. И в конце она, ну, не в конце, а в процессе разговора, она периодически мои вопросы помечала такими словами. Ну, что значит помечала? Комментировала. То есть я ее что-то спрашиваю, она говорила, что это какие-то сложные вопросы задаете, я об этом не думала. Я это рассказываю не для того, чтобы сказать, что я такой молодец и задаю какие-то сложные, ставящие в тупик вопросы. А для того, что я задавал вопросы о том, как человек представляет себе наше взаимодействие. Ну, вот идет человек к психотерапевту, очевидное и понятное, у нее есть опыт общения с психотерапевтами. Обычно это было так. То есть она приносит симптомы, она приносит жалобы, и человек на том конце, стола, кабинета, человек напротив что-то с этим делает. Она к этому привыкла. То есть он дает какие-то советы, он так как-то интерпретирует. Вот. И мне было интересно задать ей вопросы немножко над этим диалогом, наверное. Как она видит этот возможный, к чему он может привести, почему раньше эти разговоры не сильно ей помогали. Ну, для меня очевидно, что они не сильно помогали, потому что после коллеги, после нас с вами, посещенных пяти-шести специалистов, она пришла к следующему седьмому, возможно, после меня пойдет к восьмому и так далее. Мне очень интересно было, что мы делаем, и мне, конечно, было интересно, как она... Для чего мы не делаем, да? Для того, чтобы она болела. А второй пример, о котором я хотел сказать, у нас буквально перед выходными было такое мероприятие, очень для меня важное, Самарские Бейтсоновские чтения. Передаю привет коллегам, которые присоединились к нам. Для меня это очень интересное мероприятие, поименованное в честь Грегори Бейтсона. Был такой известный антрополог, психолог. Он не признавал психологию психотерапии. Да, но при этом он был очень психологичен. Он был человеком, который пытался законы кибернетики, какие-то идеи, которые системные, идеи системы. Я все путано, может быть, или вокруг говорю, но я пытаюсь описать ту систему, в которой мы живем. Я не зря говорил про город, из которого я вышел и появился перед камерой. Это система. Я не ощущаю себя оторванным в этом смысле от тех людей, с которыми я 30 минут назад кушал, здоровался или прощался. Мы в системе, мы по другим каналам пошли, но мы продолжаем общаться. Для меня наша передача – это системный процесс. Для меня то, что вы не звоните, вы телезрители, это часть какой-то системы, которую нужно каким-то образом читать. Может быть, мы слишком сложно рассказываем о чем-то, и люди не рискуют присоединяться к нашему разговору. Я, возможно, с вами соглашусь, и, наверное, нам тогда нужно искать более простой язык системы. Язык системы очень в этом смысле в терапии принят. Родители приводят ребенка к специалисту, к детскому психологу, потому что он, например, ведет себя слишком активно, дерется, или наоборот, пассивно. И когда специалист пытается с ними поговорить о системе, о семье в данном случае, то это всегда непростой разговор. Для этого всегда нужны какие-то определенные усилия, чтобы посмотреть, каким образом поведение ребенка свойственно не только, каким образом вся семья бегает и бьет других детей. Ну, условно говоря, семья как система. Или каким образом семья через этот элемент, через ребенка молчит и ни с кем не разговаривает, и аутизируется. Или каким образом происходят какие-то другие… Или каким образом поведение ребенка, как выделенная часть, транслирует некие скрываемые родителями процессы между ними, между родителями. Вот смотрите, Елена… Семьям трудно принять вот эту связь. Каким образом, как вы сказали, скрытая выделенная часть транслирует? Наверное, это надо переводить, а может быть не надо. Мы ждем ваших звонков, мы ждем ваших соображений по поводу… Это такая длинная… Да, но я попробую перевести, чтобы далеко не ходить. Попроще объяснить. Есть мама-папа, муж и жена в данном случае, и между ними, вот именно в этих ролевых позициях, мужа и жены, происходит какое-то напряжение. Они про это напряжение не говорят в силу разных причин. Не выходят на этот конфликтный разговор. Вот мы с вами разговаривали в одной из передач, да, уместно ли… В прошлое, по-моему, уместно или неуместно, и в какой момент это уместно начинать сложные разговоры. Так вот, они, допустим, считают, что это неуместно, не стоит зачинать вот этот конфликт какой-то. Но ребенок каким-то образом начинает своим поведением или пассивным, или, наоборот, гиперактивным транслировать вот это напряжение. То есть вынуждать родителей как-то обратить внимание на ту систему, которая складывается в семье. Опять непонятно, как вам кажется? Нет, для меня понятно. Ну, надеюсь. Я пытаюсь, чтобы с точки зрения телезрителя оценили. И родителям сложно, когда, вы говорите, да, приходят родители к психиатру или к психологу, и специалистам говорят, а давайте посмотрим на ваши отношения, на родительские, или на отношения мужа и жены. И это вызывает, ну, сопротивление очень сильное. Большинство родителей склонны привести ребенка и сказать, вот, вам ребенок, позанимайтесь с ним, там, сделайте что-то, и нам верните обратно такого удобо варимого, социально одобряемого ребенка, чтобы ему не только... Не только нам было комфортно с ним, но и, там, в детском саду воспитателям, учителям в школе. Говоря в этом духе, Елена, мы можем сделать еще один шаг, и специалист вполне может задать вопрос, каким образом, не только вопрос, каким образом ваши отношения, обращаясь к родителям, способствуют тому, что с ребенком происходит, он может задать вопрос, каким образом наши с вами отношения внутри кабинета... То есть специалисты и родителей. Специалисты и родителей, да. Каким образом? Вот это, на мой взгляд, удивительно, и только, я надеюсь, на рождающаяся психотерапия, или, точнее, взгляд, из которого может происходить психотерапия, вот этот взгляд не исходящий из парадигмы психиатрии, психиатрия очень много сделало и важного, но и наследие такое, да, где лечат ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, и человек впереди себя несет этот диагноз. И он приходит на прием, мои пациенты приходят на прием после специалистов, и я спрашиваю, что у вас, они говорят... Или психиатра, да? Ну, или психотерапевтов. В данном случае это... Я хочу вынуть этот разговор из критики какой-то, потому что, наверное, после общения со мной люди выходят и что-то несут, какие-то бирки. Вот, но вот это вот, он, может быть, кажется, мало прагматичный этот вопрос. Ну, какой-то, теоретический такой, но, на мой взгляд, он очень практический. Вот люди, которые ОКР, люди, которые панические атаки, люди, которые психозы разного рода, личностные расстройства, нарциссические расстройства. Это вот такие диагнозы, присоединенные, через которые люди пытаются понять что-то о себе. И иногда, с одной стороны, в этом есть продуктивность, с другой стороны, это предлагается как... Вот, полечите мое обсессивно-компульсивное расстройство, или полечите мою тревогу, полечите мою бессонницу. То есть она сама по себе, поименованная, названная, выявленная как патология. Так, как тогда нужно на это смотреть? Как к этому относиться или как внутри этого жить? Ну, вот я начал этот разговор с попытки обратить внимание на то, что происходит в текущем моменте, в попытке обратить, задать вопросы, как это понимает сам человек. То есть сидит психотерапевт, условно, вы, сидит человек с обсессивно-компульсивным расстройством, и вы, пытаясь разобрать вот то отношение между вами, которое формируется в кабинете здесь и сейчас, вот разбор вот этого, да, взгляд сверху, как вы говорите, оно может помочь человеку справиться с его симптоматикой какой-то. Ну, вот человек говорит, я не могу выйти из дома в течение нескольких часов, потому что мне не нравится моя фигура. Ну, вот я застреваю перед зеркалом, я смотрю на себя, или я не могу выйти, потому что я боюсь, что я сейчас пойду через площадь, и мне станет плохо, или я отойду от дома и на какое-то количество шагов... Ну, да, я зайду в магазин, начну задыхаться, мне никто не поможет. Даже не зайду, да, выйду, вот, чем дальше от дома, это как космонавт на этом, на тросе, да, у каждого, почти у каждого такого пациента есть своя дальность вылета из вот этого... Ну, из дома в данном случае, а если в метафоре космической, вот из космического корабля, вот дальше не могу, да. Вот, и это очень интересный момент, когда мы пробуем организовать разговор, а как это сейчас представлено, как это патология, как это, ну, если медицинским языком говорить, как эта болезнь представлена прямо сейчас, когда он сидит в кабинете, как она им самим понимается, как она им самим осмысляется, да, в каком... как она переживается им. И это как раз те сложные вопросы, на которые жалуются пациенты. Говорят, вы задаете... Ну, сегодняшний пример... Я не думала. Сегодняшний пример, кажется, был о том, но это своеобразие той женщины, которая пришла, этот пример был о том, может быть, кто-то, вы угадаете себя в этом, в похожем, я имею в виду, конечно, это собирательный такой отчасти образ. Функция думать в нашем разговоре, кажется, была передоверена мне. Ну, это было выражено буквально таким образом. Вы специалист, вы учились много лет, вы, наверное, знаете такую патологию, вы и думаете, вы зачем меня спрашиваете, да, каких-то вопросов, например... Зачем мне о себе рассказывать и вообще думать о себе, когда вы вот по полочкам можете разложить и все порешать, да, в мое внутреннее пространство? Да. Такой запрос? Ну, примерно такой. Честно говоря, мы только в начале, если уж про эту историю рассказывать, и если она интересна нашим телезрителям, мы только в начале, но вот это те затруднения, я, как сказать, весть из полей принес сейчас вам, это те затруднения, с которыми мы сталкиваемся, я, сидя в кресле психотерапевта, а вы, возможно, сидя в кресле моего пациента или в кресле пациента другого психотерапевта или другого психолога. Вот. И это вообще сам по себе интересный момент. Я не зря Бейцина вспомнил. Изначально общение складывается не очень просто, потому что нужно искать язык. Вот у меня, например, сегодня снова ощущение, что нам, мне, с телезрителями, с вами, Елена, ну, с вами и в меньшей степени, потому что вы рядом, и вы отвечаете, с телезрителями снова нужно искать язык. Вот, наверное, последние передачи, они как раз посвящены поиску языка, и, возможно, вы об этом сказали. Может быть, мы непонятным образом говорим. Или мы... А может быть, мы неактуальные темы затрагиваем. Но это тоже про язык. При этом мы призываем телезрителей, что вы можете любую тему нам предложить, да? Даже не относящиеся к контексту здесь и сейчас. Ну, мой опыт мне подсказывает, что темы актуальны хотя бы потому, что я как минимум два раза, три раза в неделю слышу, как эти темы поднимаются участниками психотерапевтической группы. В том числе, вот то, о чем мы с вами сказали, да? В том числе о том, как с этим быть, как быть с каким-то своим расстройством, да? Как вылечить обсессивно-компульсивно, еще что-то. Вот, может быть, это сложно, потому что мы с вами пытаемся, я, по крайней мере, немножко фокус передвинуть, перестать говорить на языке, четком, например, личностных расстройств. То есть, вот, я думаю, много бы поменялось, если бы мы сегодня, например, с вами разбирали какое-нибудь, ну, то же самое, нарциссическое расстройство. Обозначили бы критерии, возможно, часть наших зрителей узнала бы в этом себя, они бы поняли, что они, ну, шизоидные, нарциссические. Быстрее, наверное, бы узнали кого-то из окружения, потому что, как в пословице, да, или в поговорке, в чужом глазу, что там, да, про соломинку, не помню, честно говоря, дословно, а в слоем бревна не замечали. Ну да, в чужом соломинку. Вот, про язык, кстати, очень интересно. Про Бейтсона, да, вы начали говорить, про то, что он языку очень много времени исследовательского своего посвятил, при этом еще изучая язык дельфинов, да, со своей какой-то группой. Ну да, и прото-культур, скажем так, то есть культур, которые вот на начальных этапах развития. И я вообще, ну, это моя такая мечта, может быть, я в связи с этим пристаю к коллегам, я думаю, сейчас коллеги, может быть, если нас слышат, знают, и они ко мне пристают. В общем, это желание немножко расширить, для меня это мой спектр зрения на проблемы медицинские, да, в том числе изучая антропологическую практику. И философию. Да, в данном случае бейтсоновские чтения были очень интересны тем, что по свидетельству, по обратной связи одного из участников, он сказал, что там было очень много антропологии, то есть в мероприятии, которое было организовано для психологов и психотерапевтов, была антропология. Ну, что значит антропология? Было много слов о том, как люди, антропологи, общаются с другими людьми, записывают что-то за ними, изучают их культуру и так далее. И вот интересный момент, про нас ли это? И мне кажется, что вот эта идея, что это про нас, про психологов и психотерапевтов, только нам приходится изучать как антропологам не столько культуру целой нации, может быть, или народности, или села, сколько культуру, например, отдельной семьи. То есть записывать какие-то мифы и легенды, которые в этой семье распространены, какие-то суеверия, может быть, да, историю в буквальном смысле, узнавать что-то об истории, это не приносить туда историю, не говорить, как правильно жить в этой семье, ну, в европейском смысле, или в парадигма, ну, там, психоаналитическом, гештальтерапевтическом, когнитивно поведении, какому угодно, да. То есть приносить такое, быть белыми такими, извините меня за некорректные заранее высказывания, такими белыми колонизаторами, да. Почему белыми? Ну, понятно, куда я отсылаюсь, да. То есть вот они не просвещенные там наши пациенты, а мы вот такие приходим, им сейчас все расскажем. И правильно еще территорию у них разметь, и мы расскажем вообще, что у них в жизни происходит. Вот мне кажется, что время такой психотерапии, я надеюсь, что оно заканчивается. Я надеюсь, почему? Потому что она где-то эффективна, но где-то она показала свою ограниченность, и... Говорите. Да, где-то она показала свою ограниченность, и необходимы вот какие-то новые формы, новые подходы. В этом смысле вот такая антропология, если взять ее в кавычки, это может быть не обязательно семья. Это может быть антропология, связанная с отдельной личностью. Какие у него там мифы, какие легенды, каким богам он поклоняется. Никаким я скажу, ну, потому что я учился 8, 10, 15 лет, 30 лет, да, как психотерапевт, а он необразованный какой-то, вот, поэтому болеет, да. А каким богам он молится, что для него ценно, что не ценно. Вот я встречаюсь с тем, что люди приходят и говорят, вот для меня ценно, ну, не знаю, вот это, я прихожу, ну, не знаю, для меня ценное отношение с кем-то, говорит женщина. А мой психотерапевт сказал, что это созависимости неправильно, и вообще это не любовь, и так любить нельзя. И он рассказывает, как надо любить, или как надо строить отношения. Я вот думаю, это о чем? Это про психотерапию, это про вот это самое оккультуривание, это мы, что наших пациентов должны учить, как любить, как строить браки, как развивать. А кто эти учебники пишет? Где мы читаем? Мне вообще нравится, когда в конце учебников пишется еще такая, или в начале, такая немножко биографическая или автобиографическая справка о самом авторе. И так иногда бывает, что автор совсем не следовал тем канонам, о которых он написал. К этому можно относиться по-разному, одно другое не опровергает. Не настолько жил последовательную жизнь, какую описывает, ну, необходимость последовательной жизни, если он описывает ее в книге, что надо быть последовательным. И я думаю, что это не опровергает его мысли, но является определенным добавлением к его мысли, к его или к ее мыслям, определенным контекстом. И вот этот разговор о том, насколько мы педагоги, насколько мы должны быть педагогами, насколько мы должны, мы осознаем ли, да, что вот мы вот эту функцию просветительскую, исходя из того, что нам что-то рассказали, да, Фрейд нам рассказал, или Перлс нам рассказал, или Лакан нам рассказал, я могу много фамилий, вы их знаете, наши коллеги их знают, да. Вот, вот это очень интересный момент, где вот это вот, когда эта антропология заканчивается, и когда начинается, ну, в кавычках, может быть, лечебный процесс, а может быть, он не заканчивается. Знаете, я вспоминаю один фильм, я сейчас не вспомню, он такой зарубежный, про то, как один психотерапевт собирался, по-моему, как раз с Энтони Хопкинсом, если я не ошибаюсь, но он характерный герой для этого, я думаю, вы сможете, и Куба Гудинг-младший там такой есть, такой афроамериканец, он был психотерапевтом, вот, как там все поменялось, когда вот этот психотерапевт пытался обучить этого малограмотного, как ему казалось, психотерапевта, пациента, а все вышло потом совсем наоборот, то есть ему достаточно было шагнуть в эту вселенную своего подопечного, да, и он там потерялся, ну, потерялся там в хорошем смысле, обрел себя, да, сначала потерял то, что знал о себе, а потом, вот, и вот этих моментов, вот этих, может быть, свидетельств, голосов моих коллег о том, чему они научились у своих пациентов, чему они продолжают учиться, как их язык, как наш язык, как мой язык трансформируется не только от чтения книжек, но и от общения с людьми, это очень дорогие признания, понятно, не в денежном эквиваленте, но в эквиваленте, вот, собственно, какой-то внутренней работы, вот, и вот это вот такая работа, может быть, потому что она мне больше нравится, я знаю, что люди по-разному работают, но такая работа, мне кажется, более продуктивной, ну, не только кажется, а есть какой-то опыт, вот, я много говорил, может быть, вопросы у вас есть, или у кого-то? Интересно, я хотела вставить ремарку, да, когда пыталась вас перебить, но потом решила, что не стоит, мне кажется, сегодня вы пояснили, почему в нашей программе, где у нас врач-психотерапевт отвечает на вопросы телезрителей, нет готовых таких инструкций, делай раз, делай два, и будет тебе счастье, как я говорю. Потому что счастья не будет. Хорошо. Извините, что я перебил. Мне один мой очень хороший... Ну, хорошо, не будет у тебя обсессивно-компульсивного расстройства. Один мой друг, не побоюсь этого слова, сосватывал мне книжку, я прям коротко. Да, у нас не много времени. Я думаю, что мои коллеги или пациенты, интересующиеся люди, смогут найти. Мне просто название понравилось. Я думаю, что под таким названием... Сто лет психотерапии, а жизнь становится все хуже. Вот. Ну, такое, с одной стороны, парадоксальное название, с другой стороны, казалось бы, ну, где психотерапия, где жизнь, часть коллег, может быть, скажет, что жизнь психотерапии не определяется, и будут правы. Но вот мне иногда интересно задать вопрос. Вот специалистов, психологов, психотерапевтов в городе Самаре явно становится больше. Я просто вижу. Явно. Живем ли мы лучше, счастливее? Вот. Наполнение. Мы, я в данном случае, ну, может быть, абстрактно, в качестве какой-то городской среды, встречаете ли вы большее количество содержательных, счастливых, открытых, я не знаю, да, людей, может быть, закрытых по делу? Вот для меня это такой вопрос. Иногда хочется прямо какой-нибудь пойти по улице, собрать статистику. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Я под занавес нашей программы хочу обратиться к нашим телезрителям и напомнить, что в социальной сети ВКонтакте у нас есть группа разговора «Подуша на Самаре ГИС», где можно задавать свои вопросы, посмотреть архив наших телепрограмм. Ну, и также наши телезрители задают вопросы, как можно посмотреть в прямом эфире в летний период нашу программу. У телеканала «Самары ГИС» есть приложение, которое можно скачать и в режиме реального времени смотреть нашу программу независимо от своего местоположения. Или зависимо от своего. Или зависимо, да. Ну, неважно. Спасибо. Интересный разговор. Не знаю, да, у меня некая тревога, насколько он был понятен для наших телезрителей, но тем не менее. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Смотрите на следующий вторник. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова